День с толком Смотрите в этом выпуске Не выдержали мороза В Барнауле устраняют крупную коммунальную аварию Жилые дома и несколько детских садов остались без тепла В край ночи тушили несколько пожаров Есть погибшие и пострадавшие Прокуратура проверит, как дорожники города очищают улицы от снега Две с половиной тысячи барнаульцев остались без тепла почти в 30 градусный мороз Причина коммунальная авария на теплосетях, которая произошла ночью Власти города в связи с этим ввели режим повышенной готовности в двух районах Барнаула Железнодорожном и Октябрьском Порыв на теплосетях произошел в 2 часа ночи на проспекте Ленина 142 Горячая вода затопила улицу, проезжую часть В 6 утра аварийная бригада остановила выход воды, затем приступила к земляным работам Без тепла остаются 26 многоэтажных домов и несколько детских садов В детском саду Соловушка утром было 19 человек Сейчас остаются 5, большинство забрали родители Воспитатели искусственно при помощи обогревателей поддерживают необходимую температуру в здании Как сообщили в мэрии, на месте ЧП уже идут сварочные работы В планах вернуть тепло сегодня в 8-9 вечера Для организации теплоснабжения мы разрешили управляющим компаниям сливать дома Обратка у нас сейчас в настоящее время находится под давлением То есть вот этими мероприятиями мы позволим несколько сохранить тепло в домах И позволим дома эти не сливать для того, чтобы при запуске быстрее организовать теплоснабжение Чиновники сообщили, что специальные службы проводят сейчас по квартирный обход, проверяя температуру При необходимости власти города могут предоставить обогреватели Подробнее о масштабах коммунальной аварии расскажем в вечернем выпуске новостей Переходим к другой теме Минздрав России расторг соглашения с ректором Алтайского медуниверситета Игорем Салданом Об этом сообщила новая исполняющая обязанности главы вуза Ирина Шереметьева Та самая, которую летом скандально уволили из вуза, так как по оценке экспертов она составляла Салдану реальную конкуренцию Ну я сегодня увидела приказ подписанный Прилетели представители Министерства здравоохранения и привезли приказы Один приказ на Игорь Петровича, второй приказ на меня Приказ министра здравоохранения сегодняшним числом действующий ректор с ним расторгается Скажем так, трудовое соглашение и я завтрашнего дня приступаю к работе Когда выборы, ну решает дальше Министерство здравоохранения, то есть нас пригласят Завтра Ирина Шереметьева займет свое место в кабинете вуза и вряд ли это сразу будет кабинет Салдана Тем не менее, с завтрашнего дня исполняющий обязанности будет вникать в дела медуниверситета и готовиться к выборам Кстати, по словам Шереметьевой, несмотря на отстранение, Игорь Салдан имеет право выдвигать свою кандидатуру на пост ректора Когда состоятся выборы, по-прежнему неизвестно, хотя пройти они должны были еще летом Три человека погибли сегодня ночью в пожаре. Трагедия произошла в Благовещенском районе Загорелся частный дом. Два пожарных расчета прибыли на место ЧП Спасти трех человек, находящихся в доме, не удалось. По всей видимости, они вовремя не заметили дым и огонь Еще один смертельный пожар произошел этой ночью в Бийске. В частном доме погиб человек Сообщается, что также пострадала пожилая женщина. В МЧС по краю предупреждает, что из-за усиления холодов растет количество пожаров По словам спасателей, чаще всего люди оставляют отопительные печи без присмотра. Это и становится причиной возгорания Прокуратура Барнаула проверяет, соблюдают ли власти города закон при содержании дорог Несколько дней Барнаул засыпало снегом, от жителей города поступает много жалоб, что дороги чистят плохо, особенно во дворах В прокуратуре заявляют, что проверки, которые проводились раньше, выявили много нарушений в деятельности комитета по транспорту Барнаула и компании «Автодорстрой» К примеру, ненадлежащая очистка дорог и пешеходных переходов, образование колеи, снежных валов В связи с этим председателю комитета по дорожному хозяйству города и начальникам «Автодорстроя» уже в начале зимы объявили предостережение о недопустимости нарушения закона при содержании дорог Прокуроры районов проводят постоянные проверки, нарушителям грозит штраф до 30 тысяч рублей, должностным лицам до 300 юридическим 700 молодых врачей Алтайского края накануне открыто поговорили о проблемах в своей сфере Почему специалисты уезжают из края или отказываются от обязательств по целевым направлениям с сельскими больницами Первый форум молодых врачей назвали «Алтайский край – территория развития», но так ли это? – разбиралась Дарья Демиллер Это хирург Александр Щегорцов. В его семье от супруги до дяди все медики Я поехал по программе «Земский доктор» в район. Отработал 3 года и не полный срок Так как я здесь ранее работал медбратом в этом отделении, когда появилось место, доктор уехал, на повышение поехал в краевую клиническую больницу А так вообще опыт, полученный в районе, он бесценен За недоработанный по программе 2 года пришлось возвращать деньги – 400 тысяч рублей Александр мог бы покинуть родной край, его звали работать в больницу на Сахалин, но остался Есть и другие примеры, можно сказать, патриотично настроенных врачей Анастасия Чугунова работает участковым терапевтом в селе Петропавловское Район хороший, люди доброжелательные, в принципе все устраивает, программа хорошая Зарплата тоже устраивает, если не секрет? Ну, могло быть и больше, мы бы не отказались На форуме молодых врачей вопрос зарплат поднимался неоднократно, именно финансы называют главной причиной оттока кадров Но в региональном Минздраве считают, что проблема не только в деньгах Формирование уровня заработной платы – это не далеко не первая причина Сегодня есть субъекты Российской Федерации, где уровень заработной платы далеко за 200 тысяч рублей При этом уровень укомплектовности врачей и медицинского персонала, ну даже несколько хуже, чем в Алтайском крае Поэтому, конечно же, формировать заработную плату, достойную заработную плату мы должны И сегодня мы будем об этом говорить Проблемы нехватки кадров планируют решить увеличением бюджетных мест в медицинском вузе с 500 Их число вырастет до 620 Еще будут тщательно готовить абитуриентов Раньше дополнительные занятия для будущих медиков проводили только в трех районах края Теперь их число возрастет до 32 Возможность для профессионального роста Он признан как специалист, а заработная плата – это в том числе тоже фактор признания И ему комфортно жить там, где он сейчас находится Это три важных фактора, которые необходимо решать для того, чтобы доктора не просто закрепились где-то Они хотели здесь работать, хотели жить и хотели здесь развиваться Не было ли мыслей уехать, бросить все здесь? Были мысли, были мысли, но нет, наверное Все-таки нравится природа, нравится место, вблизи семья Дорида Миллер, Александр Антропов, День с толком Всероссийский турнир по хоккею с мячом состоялся в Новосибирске В ледовых баталиях сошлись 12-летние спортсмены со всей страны За ходом матча наблюдали и наши корреспонденты Анна Ирбис расскажет, в чем отличие такой игры от привычного хоккея с шайбой В Скандинавии это Бенди, а у нас хоккей с мячом или просто русский Изначально он – разновидность зимней тренировки футболистов, и шайбы в него никто не играл А объединяет два хоккея – лед и клюшки В России такая игра стала популярна еще при Петре Первом, но секции по хоккею с мячом есть не во всех регионах Для этого и проводим, чтобы популяризовать этот вид спорта у нас в Новосибирске, в Красноярске и в Кемерово-Хабаровске он в общем-то проводится И регулярно чемпионат проводим, а такие регионы, как Алтай В прошлый год у нас из Алтая одна команда участвовала Поэтому для этого и делаем, для развития, может еще виды спорта где-то приживется У соседей, кстати, в Новосибирске игра прижилась Пиво-безалкогольный комбинат Шулькинский несколько лет спонсирует турнир на Кубок свежесть Алтая На стадионе Сипсельмаш он собирает десяток команд со всей страны А в будущем организаторы планируют выйти и на международный уровень У нас в прошлый год был от Хабаровска до Москвы, сейчас Хабаровск-Ульяновск Ну и хотим еще Скандинавию захватить, потому что этот вид спорта очень там популярен Норвегия, Финляндия, Швеция Такие вот идеи есть у нас Турнир шел четыре дня, а это финал На льду сильнейшие Хабаровск, Новосибирск, Ульяновск и Красноярск Организаторы и участники сравнивают игры с финалом первенства России Это борьба, которая происходит ежегодно на этом стадионе Она дает такие эмоции, дает такой заряд бодрости Что и в этом году мы не могли и не участвовать Предоставляем призы, предоставляем площадки И помогаем во всех организационных моментах В финальной схватке встретились Красноярск и Новосибирск Со счетом 6-0 победу вырвал Красноярск Очередной турнир по хоккею с мячом состоится уже теперь в следующем году Анна Ирбис, Илья Халяпин, День с толком Через несколько секунд о погоде Спонсор прогноза – компания «Эвалар» Подписывайтесь на наш канал в соцсетях И хороших вам новостей!